Здравствуйте! Еще раз Лилган против команды Рэгдолл. Лилган. Я хотел сказать неожиданно, но потом понимаю, что в общем-то нет. Не так уж и неожиданно. Забирают первую карту. Команда традиционно навязывает борьбу всем коллективам во втором дивизионе. И почти во всех матчах у Лилган счет по итогу 2-1. Независимо от того, побеждают они или нет. А вот для Рэгдоллов это неожиданный опыт. Вот они шли 4-0 по матчам и 8-2 по картам. То есть чаще всего Рэгдоллы закрывали свои матчи 2-0. И тут такая вот проблемка. Лилганы взяли страту на очень ранние драки. И с возможностью быстро забирать Рошана и забирать башни. Все получилось просто идеально. Наверное и Рэгдоллы подкачали. Наверное Манки Кинг мог купить тебе какую-то саблю. Может быть Майл Штром. Ну что-то вот подобное и включаться в игру пораньше. Он включиться не мог. У него был Клеймор и Персеверанс. Но как он включится-то в игру? Естественно ему нужно было фармить свой БФ для начала. И по итогу победа. Знаешь, вот включиться он не смог. Короче, он нормальные вещи купил. В принципе. Но было принято столько ненужных тимфайтов, что он просто потерялся. То есть ты когда покупаешь вот, например, БФ, ты очень сильно рискуешь, приходя в тимфайт. То есть иногда это действительно надо. То есть очень часто бывают такие ситуации, когда ты, например, играя на антимаге. Такой видишь там, ну как бы чувствуешь, что у тебя немножечко пик как бы так подслит, да, слегка. Что у тебя будет тяжелая игра. И ты такой что-то постоял там первые 10 минут. Вроде что-то ты нафармил. Там, ну мидер твой слегка подпросел. У хардера тоже как-то игра не идет, допустим. И возникает какая-то драка, в которую ты смотришь, что реально можно прилететь, убить героев. То есть если ты прилет... И тебе вроде бы как нужно это сделать. Ты туда прилетаешь, даешь мановоид, кого-то убиваешь. Хорошо, если ты не убиваешь, то после этого игра становится очень трудной. Потому что ты отвлекся от фарма. И из-за, ну, там, разных моментов, там, специфика драфта, там, насколько хорошо играет твоя команда в мидгейме, там, вражеская команда играет. У тебя будет либо очень тяжелая игра, либо просто тяжелая. Здесь же Манки Кинг, его на самом деле никто не заставлял куда-то там бежать, кого-то там убивать, что-то какие-то драки принимать. Ну, отдали вы Рошана врагу. Ну, ты бог с ним. Ну, поделитесь по карте сопернику, ловить вас просто, вот просто, ну, как бы очень сложно. Да, там есть Сент Кинг, но Квапа может сплитить. Там, на Квапу надо много героев перетягивать. Там, Квапа в одной части карты, Манки Кинг в другой части карты. Толкаем, пушим, там, где-то Марс отпушивает. Ну, в общем, как-то вот, ну, свободнее играть, не скованно. Вот многие команды, они когда, вот, у них какая-то, знаешь, привычка, вот, типа, вот в ранкете тоже многие люди жалуются. Вот чему можно научиться из ранкета? Из ранкета можно научиться свободе действий. Вот когда ты играешь в CM, ты часто зажимаешься, ты часто такой, блин, надо в пятером что-то делать, бегать там, давайте, парни, собрались, вместе скиллы кинули. А иногда тебе это не надо. Иногда тебе нужно вот именно как пайбер просто пойти. Плевать, что у тебя четыре тиммейта, ты просто куда-то бежишь, пушишь линии, максимально создаешь вот какую-то, ну, ситуацию на карте неудобную для соперника. Когда он такой идет пушить тебе Т2, и он такой, типа, блин, а у меня Т2 тоже падает. Блин, а что делать? А если мы Т2 не заберем, а нам заберут? Непорядок, надо уже телепортироваться там, кому-то дефать. И это вот заставляет, как бы, динамику существовать, конечно, так, понимаешь? Вот. А Рагдолл, они на предыдущей карте, они просто вот они как, ну, как пельмени слипшиеся, знаешь? Вот когда из морозилки достаешь пачку пельменей, там, варить, а там такие слипшиеся пельмени. Вот они тоже как эти слипшиеся пельмени, просто встали у этой Т2-вышки, типа, у, блин, парни, в пятером, в пятером. Ну, что, их там Сент-Кинг троих копнул, эпицентром зарыл, туда еще Снэпфайр ультануло, они раз подрались плохо, два подрались плохо. Ну, все, а там Ликантом Пларком, бро, там все уже, поздно пить боржоми, что называется. Вот, поэтому чуть свободнее надо действовать. Здесь на второй карте Лилган тоже взяли приемлемых героев. Хороший, ну, тут Баратрум плюс Висп, видимо, пара, да? Дровка Огрмак, Лишрак на миде. Ну, как бы, Рагдоллом тоже есть с чем играть. Там и на предыдущей карте, и на этой здесь не сказать, что какая-то команда прямо из рук вон плохо задрафтила. Очень сильно будет зависеть, ну, наверное, насколько хорошо Разор отстоит линия, он должен очень хорошо отстоять против Баратрума, очень хорошо. Ну, и, конечно, от билдов, я бы сказал, команде нужен Юл. Вот мне плевать, кто, но кто-то должен купить Юл. Пак это купит, Марс, там, какая-то Вилл, мне все равно. Кто-то должен купить Юл в этой игре, иначе Баратрум вас всех задавит. Вот такие мои прогнозы. Да, кстати говоря, коэффициенты от наших партнеров, винлайн, друзья, на серию, я, пожалуй, озвучу. 1.76 на Лилган и 2.0 на Рагдолл, вот так вот. То есть, хотя обычно, знаешь, когда одна из команд выигрывает первую карту, там на нее, как-то, ниже полтора начинает падать. А тут 1.76, что не так уж и мало. Ну, вообще, у Лилганов, конечно, да, все шансы есть выиграть, выиграть эту карту, закрыть серию с учетом 2.0. Но у них это обычно не получается, как ты говорил раньше. Да, но статистика такая штука, мы понимаем, что значит, что это произойдет и сегодня, на этой карте, в этом матче. Углядим, интересные драфты. Лишрак у нас появляется, тоже такой гость редкий, наверное, раз на 10 игр мы его видим. Очень активный герой. По динамике, мне кажется, он ничем там парке не уступает, тоже он готов очень рано драться. Так, ну и по линиям. Вот на прошлой карте мы как-то только уже в момент, когда все герои пришли, поняли, что к чему тут. Тут-то что. Мпак мид, естественно. Рейзер плюс грим. Ну и Марсфей. То есть по линиям решили в этот раз ничего Лилган не выдумывать. Марсфей пойдут на сложную стоять против Дроу Рейнджера. Дроу Рейнджер тут уже порубила деревья по максимуму. Против Марса это важно делать, чтобы не могли тебя на копье подсадить. Готовую на руне, что и подраться. Перед брейки. А 423 драться здесь не намерен. Ну что, наверное, самая интересная линия будет сверху. Все-таки спирит брейкер Ио против Рейзера и грима. Четыре героя, которые, мне кажется, на цели начали не с первых минут уже начинает драться. Грим как-то прям совсем плохо плюнул. Кстати, Клинк спирит брейкера. Плюс 13, минус 13. Рейзер начинает активно дунаить. Грим начинает красить Ио. Спирит брейкер со старта берет себе баш. Ну, естественно, зачем ему на линии чарж? Рейзер пока по максимуму дунаит. И выбивают реген. Всего лишь два танка остаются Ио. Три танка у спирит брейкера. Снизу. Марс-фея. Как раз на прошлой карте вот эта линия, вот эта пара стала самой опасной. Но только в начале. Только в начале. Команда Рэгдол могла и дыни. Да, когда вещи появятся, уже потруднее будет. Блин, опять эти три перчатки на Марс. Не, ну три я говорю. Не, ну три да, ладно. Четыре, вот это не стандарт. Смотри. Соул ринг плюс бросировщик. Вообще без вопросов. Вообще без вопросов, да? И ты приходишь на линии, у тебя почти 900 хп, да. Нормально. Это, мне кажется, уже даже дефолт стало. Обычно решает не сколько количество хп на линии, сколько возможность не получать атаки, эти хп восстанавливать. Потому что ты можешь иметь хоть 2000 хп, но если тебя постоянно харасит, а ты ничего не делаешь в ответ. Это, кстати, ФБ в топе? Или что, Огр? Так, Огр, иди в топе. О, че? Да ешь. Учитывая, что до этого Марс очень грубо ошибся, и копьем не попал. Конечно, умудрит. Здесь ФБ. Огра. Огра так-то герой, знаете, не... Мне кажется, если сделать статистику по ФБ, то Огра там не будет и в десятке из саппортов, которые умирают на ФБ. Он очень жирный. У него много хп. Огра это не тот герой, которого просто убить. Это не какой-то, не знаю, дизраптор, представьте. У дизраптора, да, там его шлепнуть на раз-два можно. Огра возвращается. Даже в атаку пошел. Ага, есть мультишот. Но мы знаем, что мультишот не дамажит. Не работает в релм. Знаешь, это вот такая... Я уже, честно говоря, не уверен. Ну, вроде не работает. С фэшбакл вроде работает, а мультишот не работает. Я не уверен, что даже с фэшбакл работает. Но мультишот не должен. Как раз в этом прикол, что с фэшбакл почему-то сработал. Он может, там, может, пассивка может прокнуть. То есть, как бы, ты с фэшбаклом можешь пассивкой прокнуть, а урон ты не наносишь, по-моему. Короче, блин, все, хватит. Давай, напиши мне в Телеграм, напомни, я проверю. Вот, ну, сколько можно уже вот это вот. А пацаны в чате, вот, они даже не напишут. Типа, Форсаж, ну, типа, ну, что ты хрень несешь? Смотри, я проверил. Ничего не работает или все работает. Вот. Твиттер напишешь. И вообще красота. Но пацаны из чата ленятся. Классно я загрузил работу на пацанов из чата. Красавчик. Да. Ладно, я проверю обязательно, конечно. Что-то в последнее время слишком часто эти вопросы возникают, что что-то работает, что не работает. Там же еще всякие-то эти тайкбрингеры есть. Вот это вот вся там куночкина тема всякая. Так, на Марс тут нападают. Легка Игнайтом поддамажили. Дарквилл выходит. Ну, тут пока особо без каких-то попыток кого-то убить. Ну, в данный момент, потому что большая пачка идет. Радиент, естественно, не... Дайер. Конечно, да. Дайер не особо хотят что-либо делать. Они хотят эту пачку нормально сожрать. Взять свои лвла. Взять там четвертый на Марсе. Интересно, будет ли Бувар качать. По идее, должен. Там Дарквилл тоже. Так что у нас там на других линиях? Пак с Лешраком 50-50. Все в порядке. Баратрум в топе. 21 крип, Разор 22. Я бы не сказал, что у Баратрума какие-то трудности возникают здесь. Но при этом... Вот когда ты играешь против Виспа, самый простой способ выиграть линию — это просто пулить постоянно. Так, ага. Урон выкачивается. Но это ведь Баратрум, понимаешь? Тоже проблема большая. Ты пытаешься этого Баратрума нахарасить. В чем сила Баратрума? Он не может особо контестить фарм. Ну и ты его частенько не можешь с линии выгнать. Потому что если ты его не убил, он может телепортироваться на базу и вернуться с чаржа. И ему как бы будет классно, потому что он времени практически не потеряет. А приедет с полным здоровьем. Вот. И когда ты вот против Виспа стоишь, надо вот так вот хоба пульнуть. Ну, желательно, конечно, стакнуть. Вот. Но что-то не пульнул ничего Гримстрок. Лешрак уже, конечно, большую угрозу представляет. С шестым уровнем. Стоит паку ошибиться где-то с арбой и... Тут же он получит стан, тут же он получит урон от пульсного. Будет плохо. На рун контроль сюда подлетает Ио. Он успеет и стакнуть. И на верхний руль. Чтобы помочь. Как минимум, пак оставится по сторонам. Ну да. Санктити на прошлой карте прям уничтожил мид. Забрал башню на девятой минуте. Здесь я не удивлюсь, если обратное произойдет. Или Шрак запушит. Ускорение. Ее вынуждено забрать. Но Гримстрок за это поплатит за жизнью. Или нет? Ипс Вэл! Как все классно сделал-то. Молодец. По таймингам получилось. Ну понятно, что Рэгдолл это ничего не потеряли. Для лишрока что это? Потеря там две сотни маны, да и все. Сейчас может быть... А ну хотя Грим, это сказать, придет забудет ботал, но как он-то телепорт уже надал. Пешочком топает мид. Ну и пока равенство. Пока равенство по всем линиям. Дроу Рейнджер 2 600. Может быть немножко по уровню проседает втп этот. Ну ничего. В лесу наверстают упущенное. Потому что так-то на линии с каждой минуты все будет тяжелее. Особенно когда у Марса 6 появится. Так лишь Рак себе стакает сам. А вот Фэйд это атака. Удряется он увернуться от ежевичного лабиринта. Копье попадает в Огра при этом, но уже и бить его нечем. 8 брони, 7 стиков. Вообще никак его не убить. Теряет резко к нему интерес. Спритбрейкер фейсбут. А вот собственно как и Форс говорил. Как только понимает спритбрейкер, что дело дрянь. Могут убить. На базу Рейзер его сбить не может. И все. Наканит истории. Все, Лешрак начинает фармить стаки. Делает это за несколько секунд. Вместе с Ио. И тем самым серьезно уже начинает обгонять Пака. Пака у нас не спешит бичблейд фармить. Как тут. Нередко видим. Может ему вообще не стоит этот бичблейд покупать. Не говорю. Тут 1-2 яула и спритбрейкеру будет очень трудно играть. Потому что для спритбрейкера яула это главная контра. Потому что ты можешь купить БКБ. Но тогда тебе БКБ нужно нажимать в момент, когда ты подъезжаешь на чаржи. Потому что иначе тебя заеулит. Такие беды. Пак приходит на вражескую легкую линию в попытках загангать дроурейнджера. Но дроурейнджер на центре. Апает 6 уровень. Разор купил себе Войд Стоун на первые деньги. И хочет купить лингу что? О, это что за геймруин? Зачем тебе линка, бро? Не, я понимаю зачем тебе линка. Но зачем тебе линка? Понимаешь, Лекс? Суть вопроса. Это второй фраг должен быть. Должен разменяться башню. Хотя нет, башня на топе уже упала. А кто? А придут дефать? Мне кажется, не особо хотят просто. Вообще, линкану очень медленно пушат, если так посмотреть. Но не хотят. Не хотят. Может быть, Ио был бы с релокейт, а может быть, задумались бы понажать. Спиритбрейкер бы прибежал. Ты просто будешь телепортироваться в арену сразу, понимаешь? Это вот беда-то в этом. Что ты прилетишь там по одному, по два человека, а тут уже арена. И в тебя уже летят копья. Ну да, они действительно слишком долго пушат. И тут уже пошли чаржи. В общем, запомни, Лекс. Если Лилган проиграют эту карту, они проиграли ее из-за того, что Разор не берет бкб первым слотом. Окей, виноват, если что нашли. Удобно. Вот. Что бы там ни происходило, на Разоре можно было купить бкб. И игра в любом случае пошла бы по-другому. В любом случае. Потому что он купит линку, хорошо в него не дать чарж. Он может встать в какую-нибудь, я не знаю, стан Лешрака и просто сгореть от ульты Лешрака, как вариант. А вот, пары ходят пак с двойным уроном. Арбу дает вогра. Не очень классно. Но вот огра пытается... Это явно не та цель, которую хочется пробивать. Бьют очень долго. Марс уже погиб, потому что со спины там релокейт. И пак пытается выйти отсюда. Телепортируется Лешрак, будет ли стан. И... Оле... Нет, даже отменил. Не стал пытаться. Понял, что опаздывает. Хорошая ответка. Ну, нельзя огра бить. Огр это слишком жирный герой. Сколько у огра хп? 920 плюс рейндроу. То есть, считай, как у эффективного здоровья. У него примерно как у Марса. Такой толстенький персонаж. Это еще пак был с ДД, кстати. То есть, настолько долго все равно его... Без ДД бы он его просто не убил, если что. Все-таки берет Вичблэйд. Ну, это нормально. На паке игнорировать Вичблэйд не хочется. Просто если бы он купил Юл, я бы сказал... Бро, понимаю. Понимаю, зачем тебе Юл. Здоровка прекрасно себя чувствует. Прям все у нее хорошо. Все у нее отлично. У Лешрака очень много фарма. Играет Лешрак без Трвалов, но он уже под Виспом. То есть, изначально Висп... Ну, такое часто бывает, что вот Висп, например, стартует с каким-то хардером, там, типа Легионки, а потом уже, как бы, начинает с другим персонажем отыгрывать. Там, либо с каким-то мид-героем, либо, там, с кэрри, если это что-то там наподобие Виспа, или Гирокоптера, или, там, какого-нибудь Свена. Всегда удобно. Так, Чарж пошел на Дарк Вилл. Пошел Шэдоу Рэлм. Тут же Бедлэйд. Это ладно, вообще опасно так лезть глубоко, конечно. Отступать. Нам просто развели на скиллы Дарк Вилл, ну, чтоб там неповадно было. Но у нее на такие скиллы ее развели, которые очень быстро откатываются. Ультимейт вот этот вот Бедлам, он, там, 30 секунд всего КД имеет. Им Дарк Вилл частенько даже просто фармит. Вот, стандартные 2-0 талисмана на паке, прошу заметить. То, что вот в игре в данный момент ничего не происходит, я даже не знаю, кому это на руку. Вот, честно. Потому что... Тимфайт очень сильный у Дайр. Дримкоил, Арена, там, Тирорайз, вот это все. Но, как, лейт у них, как бы, тоже хороший. Там, артефакты на паке, артефакты на Разоре играть будет непросто. Ну, все-таки смоук нажимают. Опять нашли Огра несчастного этого. Да, что ты будешь делать. Его даже не хочется трогать, прикасаться к нему не хочется. Настолько он мерзкий. Этот Огр тяжело убиваемый. Причем еще ни Нетворса, ни левела у него нет. То есть, ладно бы это какая-то была там, знаешь, 40-ая минута, что... О, Огр, халява. Давайте доберем там 500 голды за него. Там, экспы, там, пол-левела ты получаешь. Левел даже. Вот. А тут у него ничего нет вообще. Сжигают грима. Чарж еще... Ам отменился, что ли? Да, отменяется чарж. Спиритбрейкером. Он достаточно близок к своему Шедоу Блейду. Чем хороша линка на такой ранней минуте? Это тем, что ты можешь играть в сплитпуш. То есть, вот, линка против спиритбрейкера помогает тебе не в тимфайте, что он в тебя не может там чарж дать. Он как раз тебя в тимфайте чарж может и даст, потому что какая-нибудь ерунда в тебя таргетная залетит. Там, не знаю, молния или широка может залететь, сбить. Или там, игнайт. Но если ты играешь на сайдлиниях и преимущественно фармишь, то Баратруму тяжело в тебя засетапить праг. То есть, купив линку, Агрозор должен в следующие минут 10 просто фармить на сайдах. И, ну, как бы, таким образом он свою линку будет реализовывать. Но, повторюсь, я... Мне кажется, что это очень спорное решение. Но пока его игра за это не наказывает никак. Заметьте, она такая достаточно пассивная. Не сказать, что Рэгдоллы пытаются очень агрессивно играть со своим Лешраком. Лешрак сколько? Два фрага сделал. Два единственных фрага у команды Red Goal за 14 минут. Преимущество они свое не увеличивают. Они даже его немного потеряли. Было две, осталось одна тысяча. Мне кажется, пока нормально. То есть, реально, получится так, что он купит линку, и БКБ задержится ненадолго. И, как ты сказал, он будет играть намного комфортнее и безопаснее. Понимаешь, каждый артефакт... Там в топе, очевидно, раз умирает Вилла. Каждый артефакт, он неким образом влияет на твой геймплей. Многие там могут посмотреть, например, на билд какого-нибудь... Ну, вот играет какой-нибудь там, не знаю, что. Вот там в Na'Vi какой-то, V-Tune играет. И сидит... Так, Dreamcoil в топе. Ну, там бульдоз работает. Но он почему-то не рвет Dreamcoil. Почему не рвет Dreamcoil под бульдозом? Он же быстро бы освободился. Может, что-то получилось. Урона там очень мало, Dreamcoil первый. Ну да, да, странно поступил. Ну, короче, ты смотришь на билд какого-то проигрока, и там видишь какую-то странную вещь, и ты такой, типа, блин, а почему не купил этот предмет? Ну, и он может быть даже неправ. Вот там, например, покупка... Вот это вот хорошая иллюстрация того, как работают билды в доте. Да, ты покупаешь такой нестандартный предмет. Наверное, понятно, почему он хочет его, но тем не менее нестандартный. Если ты, купив нестандартный предмет, ничего не меняешь в своем геймплее, ну тогда не покупай этот нестандартный предмет, покупай стандартный, потому что под него билды как бы заточены под стандартное поведение героя. А если ты покупаешь какой-то нестандартный предмет, то у тебя должна быть идея, почему ты это делаешь. Если ты берешь линку, ты должен вот так вот на сайдах постоянно, чтобы Баратрум в тебя не чаржился. Но Разор просто немножко это не любит, да? То есть он старается этим не заниматься. На него, кстати, чарж, а спасать его нечем. Потому что телепортироваться сюда без вариантов. А линкатор коллектив. Мне надо отменять, надо отменять. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно, хорошо, смотрим. Юльчик, Баратрум мультур. Дремкоила нет. Дремкоила нет. У Лишарка, правда, мана заканчивается, в этом его проблема. Но факт, не факт, что вообще выживет. Дремкоил ставится. Арбавка Д. Он никого не убивает, ребята. Много телепортов, ноль эффективности от этого. Даже феечка здесь была бы хороша. Марс при этом умер. Марс еще умирает. А теперь вот давай с тобой подумаем. Сколько стоит артефакт под названием Линкин Сфера? Так дорого. Как БКБ, в принципе. Она стоит 4 600. Но вот будь у него БКБ в этой драке, БКБ дешевле, кстати говоря. Он бы выжил. Он бы выжил. И на развороте он бы всех поубивал. Вот, ну, вообще без вопросов, я думаю. Просто без вопросов. Он бы реально выжил и всех убил. Но сейчас вот упала вышка в боте, упала вышка в центре. Что это значит? Это значит, что по карте двигаться тяжелее. Ладно, смотрим, как он будет поступать. 10 тысяч у Лишрака, 8 с половиной тысяч у Дровки. Дровка вообще не напрягается. Вот ты говоришь, что стараются Рэгдолла особо ничего не делать. Игра Разора за его вот эту вот линку никак не наказывает. А Дровка-то на самом деле очень хороший герой против Разора. У нее большой радиус атаки. Она может купить себе какой-нибудь артефакт на эскейп, например. Чтобы от этого Разора пикой, например, оттолкнуться. Или может даггер какой-то. Теоретически. И она бьет очень больно, игнорируя броню своим ультимейтам. Ничего я не путаю. Да. Релокейт в спину с Лишраком. Я так понимаю, но тут арена. Тут же Ю. Дровка начинает игралу застреливать. Правда дальше по позиции. Позиция-то плохая. На тройке игроки Рэгдолла они все прекрасно видят. И Дровка наслаждается своим утишотом. Ну и вот Розор пришел. В Дровку, а у него линка. Вот я сейчас просто выделю Розора. Вот без рофлов. Я просто выделю Розора и буду смотреть, сколько раз у него прокнет линка. Не, ну естественно не прокнет. Для нее ж никто не будет ее дровать. Спиритбрейкер же не будет на него бегать. Логично. Не совсем короче, правильно ты говоришь. Хорошо, ладно, я согласен. Не чистый эксперимент. Числить. Спиритбрейкер совсем что ли, идиот нажимает в линку с чарши. По приколу. Бежу Розора нажму-ка, я чаршнил. Собью-каем в линку. Да, уж 7 тысячи отставания. Пак так же не чувствует себя безопасно в драйке. Он боится. Боится остаться без фиши. Как-то там столько контроля. Это не касаясь еще дроу-рэнджер с гастом. А пока он только первый, но даже 3 секунды этого уже достаточно для того, чтобы паку убить. Огр Глимер Кейп еще плотнее. Еще больше стойкости магической. Пытается его убить сейчас. Там спин его, смотри, заходят висп с лешим. Они как раз за Розором бегут. Забрали окра. Фраг дешевый. 3-2-2 золота подцепили. Гримстроуку убивают его. Че, юлы-то, кстати, появились у кого хоть? У Марса появилась юла. Вот, понимаю, хороший предмет. Розор пока что только окр акс купил. На феечку. Ответ на феечарж. Релм не работает против Лишрака. Лишрак прям невероятно хорош против Дарквилов. Да, вообще никак. И Розор телепортируется отсюда. У Марса появляется блинг. Может быть, мы увидим какие-то... Варианты под арену интересные. Где-то что-то... Подцепить кого-нибудь. Убить. Через те скиллы, которые есть. Мне кажется, что без Блиндагера как-то войну. О, без БКБ Рейзера вообще неохота по-хорошему идти. На пак и разгон. Пак. Без кнопок. Есть юл. Самый легендарный юл. Спиритбрейкера принимают. Рейзер по ультимейтам. Получилось убить спиритбрейкер. Что делать дальше? Феечка на террорайзе. Террорайзе и широкали. Широка остановили. Марс пытается уйти под пассивкой. Принимает из себя весь урон дровки. Ходит. Ну что, это получается хороший игровой момент для Лилган. Наконец-то за долгое время они вышли в плюс. Они убили Кора. Релокейт на топе. Пак. Ну арбаб есть. Ой-ой. Этот не угадывает. Правда... Пока тут нечем ловить. Еще одна арба. Решил Пак сыграть на верочку. На центре вернулся Лешрак. Фея поднимает себя в юл. Прячется Шаду Релм. Лешрак все равно под ультимейт им идет в погоне до конца. Еле живая фея. Солбайнд принимает Лешрака Ио. По-хорошему быстрее убить Ио. Там ведь все равно Аегис бессмысленно бить Лешрака. Ио нажимает Мекку. Проклятие на Лешраке. Санктити. Могут убить. Нет маны. Ну да, тут все. Смертный приговор для Паков. Пакичар залетает. Как я и говорила, Лешрака бить вообще бессмысленно. Даже не стоило пытаться. Ребята убили Ио. Уйти не смогли. Честно говоря, я думаю, что эта игра закончена. Вот настолько я буду категоричен. Рейзер, видите, он еще фармит сейчас очень медленно. Да, он не создан для такого геймплея. Вот я бы даже понял, знаешь, быструю линку на каком-нибудь антимаге. После БФ. Вот просто БФ линка на антимаге. Чтобы сплитпушить и тебя не уезжал Баратрум, не стопил киллы под тебя. Но на Розоре-то зачем? Ты не хочешь играть так, как играет Розор с этой линкой. Ты хочешь быть в драке. Ты хочешь героев убивать, а не крипов. А тут уже и у дровки Блэкинг Бар, извините меня. И 16 уровень. И значит, сказать, что дровка еще как-то подключалась к игре. По факту ребята играли в формате 4 плюс 1. Снизу. Релокейт. Ого, спиритбрейкер с игрим шардом. Ничего себе. Получает эффект БКБ на 2 секунды в Назерстрайке. Это ведь тоже очень круто. А преимущество растет. Вероятно, быстро. Никакого ответа. Максимум ребята убивает сяпиков. Ну там спиритбрейкер один раз про Лешрака и дровку. Леча не идет. Лешрак играет с дровкой на 0 смертей. Лешрак ровненько в момент исчезновения Аегиса покупает тебе БКБ. КП Блотстоун, 17 зарядов, 2 ККП, еще и игра под нее. Ну, в общем, Форст, ты час назад сказал очень дельные слова. Что у нас есть вероятно, что две карты еще оставшиеся пройдут по такому же сценарию, как и первая. Разгромная и не особо интересная карта. Где одна команда просто терпит и через какой-то момент сдается. Прям пока отсутствие борьбы, разгон на пока. Лилганг пока не сдается. Хотя что-то сделать здесь уже очень и очень трудно. У Лешрака... Лешрак не пробивай. Он же еще и под виспом, понимаешь? Заодно дело там просто как-то скинуть... Там у Лешрака скиллы, попытаться там заберстить его всеми правдами и неправдами. Но он под виспом. Как ты его собираешься заберстить? Непонятно. Уже хайграунд. Уже. 25-й минуты игры. За страйку. Вот это врыв глубокий от спирит брейкера. Не проходит стрела. Стрела не проходит 100%. И, видимо, игрок на Дроу Рейнджер Бутафейда тоже этого не знал. И теперь будут знать еще одни мультишоты. Просто выбить хп у оппонента. Забрать Т3 спокойно. Креечка. Опасно выходит. Ам Лешрак готов принимать. Так, что по Рейзеру? Кстати, Рейзер без БКБ до сих пор. Падает одна казарма. Террорайз. Все это без Марса. То есть какой-то такой... Странный одиночный Террорайз. Спецдрим Койла. ПКБ от Лешрака. Солбайнд работает. Лешрак просто под ПКБ заберет линию. Ну и Рэгдоллы могут спокойно отойти. О, да ладно. Так бояться. Вот это да. Даже удивительно. Откуда столько страха. Противник этой кроме арены ничего нет. По факту. И вот этот вернулся. Забирает казармой. Можно уходить. Ну да. Что бояться. Держит. Держит дистанцию, чтобы враг не напал как-то. И вот там нет ничего плохого. Первая сторона упала. Через 40 секунд возможно заспавнится Рошан. По классике Лилганом, наверное... Ой, каким Лилганом? Рэгдоллом, наверное, надо просто Рошана подождать. Забрать его и уже со спокойной совестью... Переходить к третьей. Будут ли какие-то попытки от Дайр что-то изменить? Ну вот БКБ на Разоре появится. Но я боюсь, что это слишком поздно. Что... Дровка уже на 6500 впереди. Разор уже на 8000 впереди. Там Пака подцепили, убили. Причем это даже не Братрум, да? Это там просто... Как-то дровка выехала с Сайленсом. У Пака ничего нет на эскейп. Просто умирает. Не бегут на Рошана. Смотри, бегут... Бегут ХГ бить. Потому что Пака нет 40 секунд. Нет глифа. Может быть, будет байбэк сейчас. Покупает БКБ Spirit Breaker. Представляешь? Такой Spirit Breaker прям ответственный, да? Обычно мы видим таких Spirit Breaker, которые... А, да, пофиг. Давай, огоним. На дровку напали. Слушай, Невис пытается захилить. БКБшки нажимается. Разор присасывается в БКБ к Дроу Рейджеру. Но дровка выходит. Да, на какое-то время не дамажит. Но и у Разора БКБ заканчивается. Он не может больше находиться в этом тимпайте. Попытка как-то развернуться. Брешер аккаунт нажимает Блатстоун. Солбайн пошел. Скиллы. Ну и Братрум пробегает. И все, пишем ДГ и выходим. Первая карта 25 минут, вторая 27 почти. Прикольно. Нет смысла покупать линку на... Это артефакт, который меняет геймплей героя таким образом, под который Разор вообще не заточен. Он не может так играть, как ты хочешь играть, когда у тебя линка появляется. Да, легкая для Рэгдолл. Пойдем на треть. Давайте, пойдем на паузу и через минуты к 10 вернемся. Посмотрим, что команда еще придумает. Будет ли такая же быстрая карта. Через 15 минут узнаем. Д innovate. Немного керамного. Постараюсь с помощью. БracRay.